Интервью Александра Гордона Александр Гарьевич Гордон Один из самых смелых и оригинальных телеведущих России Актер, режиссер, пятикратный лауреат премии ТЭФИ Его программы «Хмурое утро», «Закрытый показ» и многие другие стали легендарными Но время идет, и вот на простой вопрос Как бы вы себя описали? Гордон отвечает Мрачный алкоголик Это шутка? Как может человек, который каждый день выходит в эфир, быть алкоголиком? Оказывается, еще как может Были эфиры, когда вы были пьяны? Конечно, были Секрет прост Ведущего прикрывают редакторы и монтажеры Он спивается у всех на виду, но это никого не волнует Напротив, пьяные выходки привлекут внимание к выпуску Гордон признается, за кулисами для него всегда найдется бокал вина В день уходит до двух бутылок белого Ведущий не страдает от похмелья, здоров как бык, так что уменьшать дозу не планирует Более того, сравнивает себя с Эрнестом Хемингуэем Правда, нам вспомнился другой любитель спиртного Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница Все мы знаем, чем закончилась история Михаила Ефремова А ведь он был уверен, что спиртное ему не навредит Теперь Александр Гордон идет по его стопам Неужели его история тоже закончится в колонии, или это правда не алкоголизм? Установить диагноз может только врач-нарколог Один из главных признаков алкоголика Выпивка становится для него важнее других занятий Гордона это касается напрямую Он сообщил, что если алкоголь будет мешать работе, придется бросать работу Но почему он спился? Некоторые причины мы обсудим позже Но главный из них – его собственный организм Отсутствие похмелья опаснее, чем кажется Такие люди не знают чувства меры Их не останавливает страх, что завтра им будет плохо Но почему всех так шокировали алкогольные признания Гордона? Это что, какой-то новый факт? А вот и нет, ведущий пьет много лет В 2015-м коньяк в перерыве между съемками был для него нормой Об этом все знали Вырезать на монтаже пьяные выходки приходилось уже тогда Примерно в то же время Гордон стал резче и агрессивнее Он кричал на гостей передачи «Мужское, женское» Оскорблял их, даже набрасывался Как насчет случая, когда он пытался придушить мужчину колготками? Что это? Дурный характер? Алкогольный угар или наглая провокация? Сам Гордон уверяет, это сценарий Мне кажется, что это один из самых верных способов Извлечь из человека то, что он очень тщательно в себе скрывает По мнению ведущего, провокации – это увеличительное стекло для людских пороков Гордон твердо знает, на какие кнопки давить, чтобы привлечь внимание толпы Но можем ли мы доверять такому человеку? Или все интервью Дудю – это очередной спектакль? С другой стороны, признаки кризиса очевидны Гордон давно не в восторге от мужского-женского Мне кажется, что я сейчас работаю Говновозом И эта работа вас требует Но кто-то должен вскрывать гнынники, чтобы обществу стало легче Этим и занимается Гордон Он утверждает, что миссия передачи – помогать людям в трудных ситуациях Благодаря мужскому-женскому пять человек обрели свободу А кое-кто за дело отправился в тюрьму Но погодите Передача выходит почти ежедневно на протяжении семи лет И за это время помочь смогли всего пятерым? В сети уверены Рассуждения Гордона о помощи людям – вранье Все дело в рейтингах И кое в чем еще Стояна телевидения работает только исключительно ради денег Вот это уже похоже на правду По данным инсайдеров, за один выпуск мужского-женского Ведущий получает 200 тысяч рублей В неделю снимают до 12 выпусков Если цифры правдивы, за месяц Гордон получает более 9 миллионов Добавим к этому политические заказы Например, выпуск «Док Ток» про Навального, который все раскритиковали за фейки Или фильм «ЛДПР» «20 лет лицом к России» Ведущий таких подработок не стесняется Он сделал свой выбор Деньги или честь? Деньги Возможно, потому Гордон и забил Так он оплакивает свою проданную честь Но главное, на что тратятся эти деньги? Коттедж ведущего в Пестово очарователен Но с американским особняком Малышевой за 430 миллионов ему не сравнится По меркам других российских телеведущих Гордон живет очень скромно Неужели, продавая свою честь, он продешевил? Или деньги не тратятся, а откладываются на будущее? Ведь продолжать вести мужское и женское Гордон больше не в состоянии Судя по интервью, ведущий переживает творческий кризис 20 лет назад он выдавал сенсационные форматы «Хмурое утро», «Ночной Гордон», «Гордон Кихот», «Гражданин Гордон» Вот только все это оказалось невостребованным Ведущий признается Похоже, жизнь ведущего сломали его фанаты Они сами выбрали, что смотреть Из-за низких рейтингов Гордон лишился программ, которые его вдохновляли Им на смену пришло мужское-женское Александр Гарьевич стал заложником этой передачи Ему сочувствуют все, даже королева телевизионного эпатажа Ксения Собчак Ведущая видит в Гордоне сломленного человека Вот только сломали его не угрозы, а жизненные обстоятельства Гордон устал от телевидения, он признается Сил на творчество у меня уже нет А вы бы не устали, отсняв 1600 выпусков мужского-женского А когда ведущий устает, делать одно и то же Для решения проблемы использует не психолога, а бутылку Редакторы мои просили начальству, чтобы они заставили меня пить Потому что иначе программы скучные становятся Так вот кому можно сказать спасибо Неудивительно, что Гордон в отчаянии Ему приходится тянуть лямку, чтобы скопить денег Ведь когда он откажется от мужского-женского Новых предложений может не быть Кому нужен перегоревший и уставший ведущий? Но погодите, кажется, кто-то врет Нам показывают трагедию человека, который горел телевидением, а потом разочаровался Но давайте вспомним интервью 2013 года Не хочу на телевидении, но работаю, чтобы заработать денег Эту мысль Гордон транслирует не впервые Никаким телевидением он не горел Более 20 лет он занимается нелюбимым делом и не делает ничего, чтобы это изменить Вместо действий мы видим одно нытье Вызывает ли сочувствие такой человек? С другой стороны, одна страсть у Гордона все-таки была В 2011 он заявил, что удовольствие ему доставляют только 4 вещи Рыбалка, женщины, алкоголь и возможность снимать кино Но в интервью Дудю ведущий признался, с кино покончено И это тревожный звоночек Если то, что приносило тебе удовольствие, больше не радует, это симптом В других интервью Гордон не раз высказывался о себе с пренебрежением Я некий дилетант, который нехер и делает, снимает кино Передачи, которые Гордон создает вместо удовольствия, приносят ему дискомфорт Все это показывает, дело не в алкоголизме Налицо другой диагноз, это тяжелая, прогрессирующая с годами депрессия Гордон погрузился в апатию, перестал получать удовольствие от кино Такую проблему нужно решать с психотерапевтом Но вместо этого ведущий ищет утешение в алкоголе и беспорядочных связях Список женщин Александра Гордона действительно внушительный У него четыре бывшие жены, одна моложе другой Вместо того, чтобы работать над отношениями, ведущий сбегает и бросается в объятия очередной юной красотки с журфака Такой была его первая жена Мария Верникова Вторая супруга Екатерина Подлепчук, тоже журналистка, теле- и радиоведущая Третью жену Нину Щепилову Гордон встретил на журфаке А затем изменил ей с журналисткой Еленой Пашковой Четвертая жена Назанин Абдулвасиева не исключение Молодая, красивая и тоже журналистка Не стоит забывать и долгий роман с Наной Кикнадзе Даже не будем называть ее профессию Догадайтесь сами Александр Гордон мечется от женщины к женщине Ему не везет с работой, не везет с личной жизнью Но кто в этом виноват? Сам Гордон? Или ответы нужно искать в его прошлом? Знакомьтесь, Гарри Борисович Гордон Поэт, прозаик, художник, по совместительству, отец нашего героя Александр был плодом внебрачной связи Бросив его, Гарри Гордон запустил в голове ребенка определенный сценарий Теперь ведущий копирует поведение отца Снова и снова сбегая от своих детей и возлюбленных Впрочем, сын и отец похожи не только этим Когда они познакомились, тут же обнаружили, что отлично друг друга понимают Жена Гарри Борисовича даже ревновала, увидев, какой крепкой оказалась их связь Именно отцовские книги Александр экранизировал И именно с отцом начал часто угощаться спиртным Но можно ли винить отца в том, что его сын теперь несчастен? И вообще, несчастен ли он? Или это очередная провокация, чтобы попасть в заголовки газет? Пишите свое мнение в комментариях И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы узнавать больше историй о звездах Субтитры создавал DimaTorzok